Продолжение следует... Да, ты прав. Что будем делать? Соберем сначала припасы, думаю. Согласен с этим. Потом доберемся до моего самолета, запасемся оружием по полной, сделаем аэроплан, доберемся до края плато и наконец-то свалим отсюда. Расклад хороший, мне нравится. Так, консервированные бобы. Возьмем. Так, это у нас веревка. Пригодится. Шейн, ты скоро там? Я уже все собрал. В руках лежит хорошо. Я готов. Тогда пошли. Пошли. Ну-ка, тихо. Это кто, Шейн? Это Царатрафакс. Потом он Трецаратус. Предположительно. Очень сильное и могучее, и, к счастью, травоядное существо. Офигеть, это очень круто, Шейн. Это еще что такое? Это что за единорог? Это Карнатайрус. Местный альфа-хищник. Единственный конкурент Царатрафаксу в здешних местах. Берегись. Валим, пока они выясняют отношения. Продолжение следует... Опа-на. Ты чего остановился? Звероловка. Вон, видишь, цветок гигантский. Она двигает своими жгутиками и тем самым выпускает феромоны, чтобы приманивать жертв. Вон, посмотри на лепестках. Это зубы. Она самый настоящий хищник. И очень опасный хищник. Вон, посмотри. Офигеть. Да, так могло и с нами бы случиться. Ладно, лучше обойти. Отлично. Теперь у меня новая фобия. Кстати, Шейн, ты обещал ответить на мои вопросы. Но я так и не задал тебе ни одного. А, да конечно спрашивай. Время скоротаем. С того момента, как я здесь оказался, меня все время интересовал один единственный вопрос. Как вообще это место появилось? Эх, это надо опускаться в глубину. В момент, когда плато только зарождалось. Давным-давно, еще до появления динозавров, в глубинах океана образовалась огромная гора. Она была настолько огромной, что никакая современная гора не сравнится с ней по размеру. И так уж вышло, но внутри горы каким-то образом образовалась своя экосистема. Отделенная от внешнего мира. Автор книги назвал это место подземным миром. Поначалу эволюция шла там так же, как и везде. Там постепенно появлялось все больше и больше новых видов, они жили в гармонии и процветали. Но вымирание динозавров никто не отменял. На землю упало множество метеоритов, и один из них, ему повезло, он попал прямо в эту гору и снес верхушку, тем самым образовав плато. Собственно, так оно и появилось. Офигеть. Да. Ну ладно, нам пора идти дальше. Что ж. Пошли. Ой, нет. Что такое, Шейн? Темная долина. Я меньше всего сюда хотел идти. А что такого в этой долине? Шейн. Шейн, блин. У нас мало времени. Нам нужно успеть до заката. Пошли. Господи. Скорее идем. Не нравится мне это? Ой, не нравится. Ладно. Шейн, ты можешь объяснить, что происходит? Я пытаюсь найти выход. Вот что происходит. Они ждут, пока наступит полная тьма. Нам нельзя здесь оставаться. Кто они? Ночные обжоры. Эти твари боятся света. Поэтому нам нужно успеть отсюда выбраться до заката. Они чертовски умные. Они ждут. Выжидают из-за света. Что за... Вот черт. Они нашли нас. Бежим. За мной. Мы добрались. Давай скорее убираемся отсюда. Черт. Что делать будем, Шейн? На счет три убегаем. Раз. Два. Какого? Что за... Оно отстанье. Вали. Слышишь? Блин. Не пусти мою руку. Черт. Ну. На. Офигеть. Жирные твари. Меня броня спасла. Если б не она, я был бы уже мертв. Это все круто, но нас услышали. Скоро здесь будет новая стая. Подсади-ка лучше меня. Давай. Ох, черт. Фух. Мы сделали это. Да. Ты только сильно не залеживайся тут. Они могут и сюда залезть. Да и нам нужно будет найти место для ночлега. Так что пять минут отдыхаем и... В путь. Ой. Субтитры создавал DimaTorzok